Здравствуйте! В эфире канал ГРТ Новости. В студии работает Татьяна Ставилова. Вначале коротко о главных темах выпуска. Башкан Гагаузи Евгения Гудсул оценила качество ремонтных работ в Доме культуры Коммуны Светлой. В Чадырлунгской районной больнице в рамках программы капитальных инвестиций был отремонтирован пищеблок. В лагере «Сокол» села Копчак созданы необходимые условия для летнего досуга детей. В Доме культуры Коммуны Светлой проведен капитальный ремонт. Качество работы оценила Башкан Гагаузи Евгения Гудсул. Два месяца назад были завершены работы по частичному утеплению здания Дома культуры Коммуны Светлой. Также были проведены работы по укреплению цоколя и залиты отмостки здания. Средства были выделены из капитальных инвестиций в сумме полутора миллиона леев. Работы выполнены. Полностью работы и услуги технического назора составили 1 миллион 300. По данному объекту по результатам тендера была экономия 200 тысяч леев. Глава населенного пункта Иван Марченко отмечает, что капитальный ремонт в Доме культуры был сделан в центральном и правом крыле здания. Однако еще значительную работу предстоит выполнить. У нас правая сторона здания, если по ходу Дома культуры смотреть, она внутри произведен ремонт 3 года назад. А левая сторона здания, то есть левое крыло, также находится в аварийном состоянии. То есть были поменены окна, была поменена крыша, а внутри требуется ремонт. Реконструкция в Доме культуры началась в 2016 году. Внутри помещения ремонт был осуществлен в фойе первого и второго этажей, а также в некоторых кабинетах. Однако капитального ремонта требует зал Дворца культуры и левая часть второго этажа. У нас поменялись окна, двери, установка плитки, колонны, видите, красивые, зеркальные у нас. Лестничный марш красивый, отремонтирован. Дискотека. Ремонт сделан, но нет оборудования. Оборудование для дискотеки, это нужно, чтобы драйв получали. Это нужно установить ксереколонки, световое освещение. Ну, вот то, что нужно. А пока мы здесь проводим дискотеки с оборудованием, которое у нас есть, которое мы нанимаем. 174 человека, которые ходят на художественной деятельности. Тут и танцы, тут и вокал, игра на гитаре, теннис, спортивная площадка у нас, библиотека. Дом культуры коммуны «Светлый» был построен в 1978 году. С тех пор капитальный ремонт в данном учреждении не проводился. Светлана Димитроглась, Сергей Георгиев, Алексей Герчу. Новости ГРТ. Башкан Гагаузи Евгения Гуцул посетила Чедерлунгскую районную больницу. В медицинском учреждении в рамках программы капитальных инвестиций был отремонтирован пищеблок. Подробнее в сюжете Олега Дулогла. В пищеблоке Чедерлунгской районной больницы капитальный ремонт не проводился около 30 лет. Повары работали не в лучших условиях. После ремонта работать стало намного комфортнее, отмечают сотрудники учреждения. Изменения очень заметны, что было и что. Капитальный ремонт, плитки не было, полпотолков не было плитки. Очень хорошо все, капитальный ремонт, очень хорошо все. Нам нравится работать в таких условиях. Очень сложно было работать. Были плохие двери, окна. Все продувало. Сейчас все хорошо. Радикально все поменялось. К учреждениям такого типа сейчас предъявляются очень высокие требования. Они сейчас это все соответствуют. Плюс мы ждем еще чуть-чуть новое оборудование и будет совсем хорошо. Директор Чедерлунгской районной больницы Наталья Папазогла отметила, что здание пищеблока давно нуждалось в ремонте. Давно назревал вопрос о том, чтобы здесь провести капитальный ремонт, как говорится, привести в соответствие, как у нас люди говорят, провести евроремонт. Поэтому, когда у нас появилась такая возможность перенаправить те денежные средства, которые были выделены на нашу районную больницу для ремонта в перинатальном центре, этих средств нам не хватало. Но мы посчитали, что перенаправим их сюда на пищеблок. Мы решили уже пойти по такому пути, освоить те средства, которые выделяются, чтобы провести хотя бы в самых важных кабинетах и помещениях ремонт. Обеспечение комфортных условий для рабочих, правильное питание пациентов – это один из важнейших элементов для качественного функционирования медицинского учреждения, отметил начальник управления здравоохранения и соцзащиты Гагузии Эдгар Димов. Это, я считаю, является одним из важнейших звеньев нормального функционирования любого медицинского учреждения, потому что важно питание, здоровье пациентов, чистота, порядок и соблюдение всех норм. И правила – это неиземная часть правильного лечения и ухода за пациентами. Башкан Гагузии Евгения Гуцула отметила, что власти автономии всегда стараются делать всё возможное, чтобы обеспечить жителям автономии комфортные условия. Конечно, в таких условиях работать – это всегда приятно и хорошо. Спасибо вам за работу, за то, что вы даёте нашим людям поддержку. Питание – это сейчас одна из самых главных элементов, которые человек должен придерживаться. Мы по мере возможностей всегда стараемся помогать. Действительно, у нас сейчас не самые лёгкие времена, но у нас Гагузская автономия при своём же образовании почти 30 лет назад, уже вот как образовалась наша автономия, всегда старается помогать и на местном уровне, и на региональном уровне своим жителям. На реконструкцию пищеблока Чадарловской районной больницы было направлено около 1,4 миллиона лей. Как отметила директор районной больницы Наталья Папазогла, в медицинском учреждении ежедневно находятся около 180 пациентов. Олег Дулога, Леонид Арфонос, ГРТ, Новости. От засухи сильно пострадали посевы первой и второй групп в нескольких районах страны. В этом году урожай пшеницы и ечменя был значительно ниже, говорят руководители районных сельскохозяйственных управлений, которые сообщили о результатах уборки. Министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Владимир Боля потребовал, чтобы все потери, зафиксированные фермерами, были представлены к понедельнику. На прошлой неделе была создана специальная парламентская комиссия, которая должна определить меры, необходимые для улучшения ситуации в сельскохозяйственном секторе. Инициатива основана на нестабильной ситуации в секторе, вызванной погодными условиями весной и летом этого года. В течение 90 дней члены комиссии представят в парламент законопроект и пакет мер по выходу из кризиса. Юг Молдовы традиционно славится своими виноградниками и технологией производства вина. Одно из старейших винодельческих предприятий села Тамай посетила башкан автономии и начальник АПК. В ходе встречи главе региона рассказали о новых технологиях в сельском хозяйстве и показали процесс производства качественных вин. Башкан Гагаузи Евгения Гуцула знакомилась с процессом переработки, изготовления качественных вина и другой винодельской продукции на предприятии села Тамай. Его руководитель Константин Сибов сообщил, что утрасль виноделия идет ногу со временем и требует новых подходов как при возделывании виноградников, так и в изготовлении вина. Евгения Гуцула отметила, что предприятие оснащено современными технологиями, оно производит вина из разных сортов винограда и является конкурентно способным как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Мы должны делать все, чтобы сохранить производство. И хочу сказать самое главное, никто не отменял эту аксиому, что прибавочную стоимость создает только производство. Все остальные сферы ее всего лишь перераспределяют. Мы не будем работать, не будем давать рабочие места создавать, не будем платить налоги. Регион останется, Молдова останется без денег. Руководитель предприятий Константин Сибов ознакомил главу региона с новыми технологиями, которые будут запатентованы и в скором времени применены на плантациях виноградников. Здесь применяются экологически чистые, органические удобрения, чтобы минимизировать последствия засухи. Продукцию прошлых лет не удалось полностью реализовать в свете со сложностями логистики, сообщил Константин Сибов. Несмотря на это, урожай винограда со своих плантаций уберут и постараются переработать. Мы не можем на это влиять, ждать того времени, когда закончатся все эти события, и мы сможем нормально отгружать продукцию с нормальной реальной логистикой, и чтобы наш продукт присутствовал на полках в тех странах, где мы традиционно узнаваемы, и чтобы цена на этот продукт была приемлема для людей. Свои коррективы в отрасль вносит и трехразовое увеличение стоимости логистики. Поэтому приходится переориентироваться на другие рынки сбыта готовой продукции, сообщил Сибов. Сегодня война. Мы едем в Беларусь через Румынию, Венгрию, Словакию, Польшу, Литва, в России еще и Латвия. И вот эта разница в 300% на логистику, вся она легла на нас. Начальник агропромышленного комплекса Гагаузии Сергей Брешин подчеркнул, что на юге страны виноделие и виноградарство являются одной из важнейших отраслей экономики. Поэтому нужно поддерживать производителей. Посмотрите на вот этот виноградник. Ему сегодня два года. Это специальная технология Константин Дмитриевича вместе с его агрономами, вместе с его научными сотрудниками. Он с университетом сегодня работает. И мы сегодня видим, что эта технология впервые такая вот по Гагаузии. Он новатор. И мы надеемся, что остальные виноградари последуют его прием. К примеру. Поэтому будем надеяться, что все это воплотится в жизнь. Минодельское предприятие села Тома имеет богатую историю. Оно было открыто в 1903 году. За неполные 30 лет современного предприятия география экспорта охватила рынки более 20 стран мира. От Китая и Америки до Африки и Европы. В состав делегации Исполнительного комитета, посетившей Республику Турции с 24 по 26 июля, вошло руководство общественной компании Гагаузии радиотелевизиону. В ходе заседания Наблюдательного совета общественной компании Исполнительный директор УК ГРТ Василий Дерменжи рассказал о результатах этого визита. Тему продолжит Алена Терзи. В ходе визита в Республику Турции в Ашкан-Гагаузии Евгения Агуцу провела встречу с генеральным директором турецкой телекомпании ТРТ Мехметом Захитом Собаджи, а также с представителями информационного агентства Анадулу. Это очень важные встречи для того, чтобы мы смогли наше местное региональное гагаузское радио и телевидение вывести на новый уровень. Мы пришли к тому, что заключили соглашение, что ТРТ, который и так помогал очень много нашему региональному телевидению, дальше будет помогать. В конце прошлого года благодаря помощи ТРТ и общественной компании ГРТ была обновлена часть оборудования, что позволило обеспечить более качественное теле- и радиовещание. Помимо этого корреспонденты и сотрудники технического отдела ГРТ прошли стажировку в Турции. Исполнительный директор общественной компании ГРТ Василий Дерменжи отметил, что в ходе визита в Турцию были достигнуты соглашения о сотрудничестве по обмену опытом. Была встреча с представителями двух организаций. Первая – это агентство Анадулу, это новостное агентство. Была встреча с замдиректора ОГУС Каракали, он координатор по публикациям и производству, и господином Ерман Юксель, директор по маркетингу и развитию. Обсуждалась дальнейшая постройка сотрудничества с данными организациями. Учитывая, что это новостное агентство, мы обсудили возможность проведения обучения для наших представителей, для наших корреспондентов. Вторая встреча была с представителями ТРТ, а именно с генеральным директором Мехмедзакид Собаджи. На этой встрече мы обсуждали уже долгосрочное сотрудничество ГРТ, с момента основания, с оказания помощи. Фактически, если брать базу, ГРТ было основано благодаря технической информационной поддержке ТРТ. ТРТ обсудили дальнейшее продолжение нашего сотрудничества руководством ТРТ. Был поднят наш вопрос, который мы им высылали еще в декабре, письмо с запросом предоставления нам контента. И нас убедило руководство ТРТ, что в ближайшее время будет предоставлен список контента, который ТРТ сможет нам предоставить для использования. И в том числе обсуждали дальнейшее сотрудничество, как в обучении, так и в помощи в дальнейшем развитии компании, то есть техническое, информационное. Председатель наблюдательного совета общественной компании Ирина Дрангус отметила, что члены наблюдательного совета положительно оценивают итоги данного визита. Любое сотрудничество для нашей компании, это в принципе идет как развитие, развитие отношений, развитие телевидения, если еще и будут направлены наши специалисты на повышение квалификации и пройдут обучение, изучение новых линий, не знаю, там, введения новостей, что им дадут, я думаю, что за любое обучение, за любую информацию мы только благодарны и мы в принципе только за. Сотрудничество между ГРТ и ТРТ длится не один десяток лет. Алена Терзи, Григорий Ставилов, Артем Топал, ГРТ, новости. День воздушно-десантных войск отмечается 2 августа. Праздник символизирует героизм людей, которые отслужили в воздушно-десантных войсках. В Гамрате в этот день собрались ветераны из автономии, Кагула и Чемишли. Подробнее в сюжете Полины Славовой. Празднование Дня воздушно-десантных войск началось с торжественного возложения цветов к памятнику погибшим воинам. В этот же день ветераны ВДВ провели автопробег, приуроченный к этой дате. Председатель Муниципального совета города Камрад Георгий Влах отметил, что этот день значим для участников этого мероприятия. У любого человека на раз ассоциируется понятие с этими войсками, как мужество, смелость, находчивость, умение находить выход из тяжелой ситуации. Я в этот день хочу вас всех поздравить от имени муниципальных советников, от премарии, с этим праздником. Пожелать вам всем мира, добра, благополучия и чтобы вы, ветераны, никогда не потеряли те качества, которые мы когда-то обладали. С праздником! Десантники поделились своими воспоминаниями о годах службы. Самое большее запомнилось, когда все вышло за калитку. Все, слава ВДВ. Вот это запомнилось сильно. Ну и, конечно, первый прыжок. Служба нелегкая, но интересная. Кому-то романтики, нам было не до романтики. Нас воспитали так, что надо защищать родину, детей, родителей. За нас, все, за ВДВ. Нас учили так, чтобы мы помогали. И верность боевому братству десанта всегда помогала решать любые поставленные военные задачи любого рода. Цели должны были быть решены. В связи с этим, сегодняшняя дата для нас очень важна. И я хочу поздравить всех десантников, которые находятся здесь. Могут прийти, некоторые не могут. Поздравить их с днем ВДВ. 2 августа десантники вспоминают своих погибших товарищей, собираясь у мемориалов и устраивая церемонии возложения цветов в их честь. Также проводят автопробеги, которые украшены символикой и флагами ВДВ. Полина Славова, Сергей Георгиев, Артем Топал. Новости ГРТ. В селе Копчак после проведения ремонтных работ открылся лагерь «Сокол». С какими эмоциями дети приехали на базу отдыха и какая программа их ожидает, рассказывает наш корреспондент Олег Дулогла. Летний лагерь отдыха дает детям возможность провести несколько незабываемых дней в кругу своих друзей и познакомиться с новыми. С самых первых минут пребывания в лагере на лицах детей можно заметить радостные эмоции. Я сегодня пришла сюда с подругами. Здесь мы будем отдыхать, веселиться и проводить веселое время. Понравилось в прошлом году и здесь круто. Я решила сюда прийти, потому что тут новые знакомства и очень милые люди, очень душевные, с которыми можно найти общий язык. Я тут впервые, поэтому я решила сюда прийти, потому что я всегда хотела испытать эти эмоции, новые знакомства. Я знала, что тут будет весело, что это нас близит с ребятами, что поможет нам. Спасибо большое всем тем, кто организовал, нашим вожатым, нашему директору, нашему методисту, нашему поварам. Большое спасибо всем тем, кто смог приехать. Этот лагерь останется, оставит для нас очень хорошие воспоминания. Больше всего мне отсюда понравились дискотеки. Опять же, много новых знакомых и хороших дней. Родители также рады условиям, которые организованы для отдыха детей. Это очень хороший вариант для ребят, потому что большее время они летом тратят в телефоны, в гаджетах. А так есть возможность отдохнуть, познакомиться с новыми ребятами. Есть возможность физически развлечься, проявить какие-то свои творческие способности. И, в общем, это здорово, что есть лагерь, конечно. Пришли в лагерь, бабушка, мы хотим отдыхать, чтобы набраться силы, с новыми силами опять уйти в учебную деятельность. Поэтому сегодня я не могла не прийти поддержать своих внуков. Всё прекрасно организовано. Спасибо администрации, что организовали такое мероприятие. Именно открытие сегодняшнего оздоровительного лагеря. Детей много, родители тоже не остались в стороне. Программа отличная. Всем весело, интересно. В летнем лагере созданы необходимые условия для комфортного и незабываемого отдыха детей. Батуты, большой бассейн для плавания, пятиразовое питание, комфортные душевые и домики для проживания детей и множество других развлечений. Директор детского оздоровительного лагеря «Сокол» села Копчак Ирина Кайкы отметила, что была подготовлена насыщенная программа, которая не оставит равнодушным ни одного ребёнка. Только благодаря нашей сплочённой команде мы добились таких результатов. Три дня у нас лагерной смены, но мы уже смогли скрасить досуг наших деток максимальными мероприятиями, которые организованы таким образом, чтобы отдельно были для третьего отряда, для детей самого маленького возраста, для детей среднего возраста и, конечно же, для детей самого старшего возраста. Я думаю, что вот с такой командой мы добьёмся хороших результатов и сможем организовать нашу деятельность в лагере на самом высоком уровне. Заместитель примара села Копчак Анатолий Толмач рассказал, что к открытию лагеря местные власти тщательно готовились. В этом году мы сделали капитальный ремонт пищеблока, полностью подготовили пищеблок по тем стандартам АНСы, которые есть. Мы провели некоторые работы по подготовке домиков, по подготовке территории, по технике безопасности. Мы провели новую систему водоснабжения пищеблок. Традиционно мы чистим каждый год источники подачи воды для анализа воды. И в этом году все эти комплексы мер были проведены, на мой взгляд, достаточно оперативно, что позволило нам открыть смену для лагеря «Сокол». Летний оздоровительный лагерь «Сокол» села Копчак будет работать одну смену. На базе отдыха смогут отдохнуть 110 детей. Олег Дулогли, Леонид Арфонос, ГРТ, Новости. Два спортсмена из Гагаузии стали чемпионами Молдовы по грэплингу. Золото на чемпионате страны взяли Андрей Аврамов и Петр Ребрешим. Подробности у Натальи Андреяш. Чемпионат Молдовы по грэплингу прошел в Кишиневе. В соревновании приняли участие спортсмены из разных районов страны. Борцы показали свое мастерство в различных весовых категориях. Спортсмены из Гагаузии Петр Ребрешим и Андрей Аврамов завоевали золотые медали чемпионата Молдовы по грэплингу. В категории 100 плюс килограмм Петр Ребрешим провел четыре схватки и одержал уверенные победы, показав красивую технику и захватывающую борьбу. Соревнования прошли довольно на высоком уровне. У меня было две встречи. Выиграл я их досрочно. Один прием произвел на ногу, второй на руку. Андрей Аврамов чемпионом Молдовы по грэплингу становится второй раз. В своей весовой категории 70 килограмм спортсмен провел четыре схватки и все досрочные. Вышел в финал и стал победителем. Ребята были разные, с разных районов, с Лёва, с Кишинева, со всей Молдовы. Я и проводил схватки с ребятами с Кишинева, с разных клубов, и с Лёва, в которых одержал победу. Соперники были достаточно хорошие, на хорошем уровне. Не могу сказать, что победы дались легко. Они никогда не даются легко. Такие соревнования дают возможность получить опыт и усовершенствовать технику, так как на встречах своего соперника не знаешь и приходится все свои навыки и умения использовать, говорит Андрей Аврамов. Данные соревнования, здесь много спортсменов, соперников, которых ты не знаешь, первый раз видишь. И поэтому готовимся ко всему, изучаем все, все приемы, защиты и так далее. Готовимся к худшему, чтобы было лучше. Через месяц пройдут соревнования в Румынии, и Петр Ибрюшин уже готовится к открытому турниру. Буквально сразу после соревнований в Кишиневе, на следующий день, начали интенсивно тренироваться. Потому что срок у нас всего лишь месяц, и нужно хорошо подготовиться, чтобы показать уровень и достойно выступить на предстоящих соревнованиях. Андрей Аврамов не пропускает ни одно соревнование, так как у него есть мечта выступать в профессиональных боях. Так как я планирую выступать в смешанных единоборствах, данный навык грэплинг, борьба, это мне все нужно. Поэтому я стараюсь пробовать себя везде, в разных видах спорта. В чемпионате Молдова по грэплингу приняло участие более 400 спортсменов со всей страны. В завершении выпуска о погоде. В Гагаузе ожидается малооблачная погода, пройдет дождь. Ветер от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха в Акамрате днем составит плюс 34, ночью плюс 23. В Вачадр-Лунге днем плюс 34, ночью 22 градуса выше нуля. В Волконяштах днем 34 градуса тепла, ночью 23 градуса выше нуля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова